Добрый вечер, с вами Галина Колосова, и сегодня у меня такой небольшой внеплановый эфир, в принципе, я не собиралась его проводить, только вот сегодня решила, что да, я его проведу, потому что я недавно написала пост, посвящённый обучению «Эфирная весна», и стала получать очень-очень много вопросов, а что это такое, а как туда попасть, а сколько это будет стоить, вот, и поэтому, чтобы не отвечать каждому человеку, да, на все эти вопросы, вот, я решила сделать такое включение для того, чтобы ответить прямо сразу всем то, и что будет, и как туда попасть, вот, и все подробности, вот, в сегодняшнем эфире я расскажу. Соответственно, после того, как я расскажу про эфирную весну, вы можете в конце эфира задать мне любые вопросы по маслам, вот, которые, возможно, у вас появились, да, потому что я давно в прямой эфир не выходила после того, как я провела аромобизнес, вот, но надеюсь, что сейчас у меня получится проводить их немножко чаще, вот, чем это было раньше. Значит, настроиться на сегодняшний эфир, как обычно, я приготовила масла, вот, и взяла масло ладана и масло ветивера. Мне захотелось взять сегодня именно это сочетание, которое позволяет почувствовать себя под защитой, почувствовать себя более уверенной, заземлиться, вот, почувствовать почву под ногами, и вот это вот прям сочетание. Перед тем, как начать эфир, я, наверное, сидела и минут 15-20 вдыхала, да, мне оно очень, на самом деле, нравится, да, оно очень приятное. Вот, так, давайте тогда поговорим немножечко про эфирную весну, как туда попасть, что это за обучение, что в программе, какие будут выступления, вот, потому что многим интересно, да, многие тоже спрашивают. Вот, значит, сегодня было первое занятие эфирной весны, оно было открытое, но тем, кто захочет присоединиться, соответственно, вы сможете это сделать и позже, да, и посмотреть это занятие. Значит, что было сегодня? Сегодня, а, да, мне рассказала самое главное. Занятие веду не я, занятие ведут врачи, вот, то есть люди, которые используют масла в своей клинической практике, да. Да, работают с пациентами, да, назначают им масла, назначают им другую продукцию Дутера, то есть это практически специалисты. Вот, и это обучение проводится для всех желающих, оно бесплатное. Вот, единственное условие иметь аккаунт в Дутера, вот, в той ветке, в которой нахожусь я, это ветка Ольги Годдард. Вот, я в своё время, почти уже 9 лет назад тоже познакомилась с Ольгой, она первая привезла масла Дутера вообще в Россию. И я до Дутера вообще перепробовала, на самом деле, не знаю, наверное, марок 20, может быть, эфирных масел, то есть я пробовала, пробовала. Потом у меня была огромная коробка с маслами, вообще самых разных фирм, вот, но после того, как я вдохнула Дутеровские ароматы, я поняла, что вот это мне нравится, этим я буду пользоваться. Вот, а вот эту вот всю коробку, да, постепенно я от неё избавилась, да, и эти масла все я через какое-то время выбросила просто, потому что они настолько, настолько мне уже перестали нравиться, что, ну, постепенно потом я просто перешла на Дутеру. Вот, значит, потом ещё подробнее в конце эфира расскажу для тех, кто захочет открыть аккаунт, попасть на обучение «Эфирная весна». Вот, сегодня у нас было занятие введения в ароматерапию, то есть рассказывали о том, что это вообще такое эфирные масла, разбирали их химический состав, вот, и поскольку у нас сейчас такая ситуация, да, в мире, рассказывали о том, как использовать масла для повышения иммунитета. Это было сегодня, то есть это занятие можно будет пересмотреть, если вы зарегистрируетесь на это обучение. Что у нас будет дальше? Дальше у нас будет ещё 7 дней таких плотных занятий, то есть где-то по 3-4 часа в день, когда будут тоже выступать по часу разные специалисты. Оно будет идти 2 недели, вот, но обучение будет не каждый день. Так, что у нас будет? Значит, основная часть начнётся в среду. И что у нас будет, да? Будут у нас пищевые масла, то есть тема обмена веществ, тема пищеварительной системы, как с помощью масел регулировать её работу. Вот, и также у нас будет тема про детокс, про ЖКТ и про печень. Соответственно, что будет дальше? Дальше будет детская ароматерапия, очень интересная тема, как развивать эмоциональный интеллект ребёнка, я в этом вообще ничего не разбираюсь, не понимаю, вот, с удовольствием тоже схожу, послушаю. Потом будет тема эфирные масла от стрессов и будет тема, как справиться с маслами, негативными эмоциями, с негативными эмоциями справиться с эфирными маслами. Вообще, много в эфирной весне будет тем по психологии, я, поскольку сама, мне эта тема очень близка и нравится, я тоже буду на этом обучении, мне тоже очень интересно. Вот, дальше, следующий день у нас будет посвящён антиэйдж красоте молодости, да, линейке эфирных масел антиэйдж и косметики. Потом будет тема ветеринарии, спорта и фитнеса, то есть эфирные масла для спорта и для фитнеса и будет тема эфирные масла в стоматологии. Следующее занятие это эфирные масла для решения психологических проблем, тут я даже не знаю прям, что будет, но мне очень интересно, да, то есть прям вот я жду этот день. Потом будет женское здоровье и будет витамины и добавки дотера, то есть по ним будет большая лекция, потому что на самом деле по витаминам достаточно сложно найти именно грамотную информацию от врачей о открытом доступе. То есть я напоминаю, что это всё ведут врачи, да, то есть это профессионалы, это люди, которые работают с маслами и назначают масла своим пациентам. И наконец будет у нас очень интересная практика заземления с маслами, я даже тоже не представляю, что это такое, но обязательно тоже пойду на это занятие, потому что очень интересно. То есть вот такая программа эфирной весны с 15 по 24 апреля будет идти, я тоже буду смотреть эфир, тоже интересно, вот, то есть это ведут врачи, врачи ведут и эту информацию, её нет в открытом доступе, нету и не будет, вот, и если вы хотите попасть, нужно иметь аккаунт дотера в ветке Ольги Годдард. То есть если вы в каких-то других ветках, если вы, там, ветки Сергея Всехсвятского, да, к примеру, или других каких-то лидеров, вот, то здесь мы, к сожалению, помочь не сможем, потому что нет возможности взять абсолютно всех желающих, то есть мы берём именно вот свою ветку, и для того, чтобы попасть на это обучение, вы можете открыть аккаунт. На самом деле у меня сейчас очень много людей открыло аккаунты, вот, и не только для того, чтобы попасть на эфирную весну, потому что, во-первых, конечно, люди понимают, что обучение такого класса, такую информацию они нигде не найдут, это раз, вот, и во-вторых, поскольку все сейчас боятся вирусов, очень много людей покупают масла именно для своей аптечки, да, то есть масла именно, чтобы повысить иммунитет, чтобы не заболеть, потому что очень много страхов, да, что заболеем, всё-таки куда-то там сходим, пойдём в магазин, пойдём в банк, подцепим вирус, вот, и для того, чтобы люди были защищены, сейчас прям очень хорошее время для того, чтобы открывать аккаунт, и для того, чтобы делиться эфирными маслами, вот, поэтому если вы хотите попасть на эфирную весну, хотите открыть аккаунт в Дутера, хотите заказать себе масла, вот, то, пожалуйста, обращайтесь, приходите ко мне на индивидуальную консультацию, пишите мне в личку, я вам подберу масла, вот, под ваши потребности, под потребности вашей семьи, именно, чтобы вы уже на эфирную весну пришли не просто с пустыми руками, с регистрационным взносом, а уж у вас были масла, которые вы можете использовать, вот, соответственно, по поводу аккаунтов Дутера есть два варианта, есть вариант с регистрационным сбором, и есть вариант с регистрационным набором. Регистрационный сбор для России составляет сейчас полторы тысячи рублей, это взнос, как бы, ну, за пользование личным кабинетом. Регистрационные наборы идут от десяти тысяч рублей, это семейная аптечка, которая заменит, я не знаю, наверное, три четверти лекарств у людей, которые есть дома, да, то есть это совершенно шикарная, незаменимая вещь вообще во многих случаях. Ну, очень много, на самом деле, проводили вот этих мастер-классов по аптечке, я не буду сейчас повторяться о том, что у нее входит. Если будет интересно, напишите мне в личку, вот, можете записаться ко мне на консультацию, я вам подберу масла, помогу открыть аккаунт, или можете сразу написать в личку. Вот, Галина, помогите мне открыть аккаунт, я вам помогу, то есть либо регистрационный взнос, либо набор. Значит, регистрационный взнос для Европы, для каких-то других стран, он может отличаться, он будет чуть повыше. Для Америки, по-моему, это 25 долларов, для Европы это 20 евро, если я не ошибаюсь, ну, в зависимости от страны может немножко отличаться, и может отличаться состав регистрационных наборов. Но суть не в этом, можно открывать аккаунт абсолютно в любой стране, компания международная, единственное, что вам понадобится, это мой порядковый номер, да, в Дутера мой айди, да, вот, если вы захотите именно в мою команду. Вот, значит, почему именно ко мне, почему, потому что консультантов на самом деле очень много, вот, и все тоже предлагают, к себе зовут, да, вот, во-первых, придя ко мне, вы точно будете знать, что вы не будете брошены, что я вам помогу и с ароматерапией, и с бизнесом. Вот, у нас хорошая поддержка, у нас большая команда, у нас идут еженедельные обучения и по бизнесу, и по продукции. Вот, сейчас я сама лично веду для команды челлендж по прокачке соцсетей, то есть мы приводим в порядок свои соцсети, учимся продавать в условиях кризиса, учимся приглашать людей на консультации, через консультации регистрировать, и даже на карантине, на самоизоляции, вот, мои девушки проводят встречи, регистрируют и зарабатывают деньги. Поэтому вот этому всему мы учим. И вот такие вот бывают штуки, да, типа эфирной весны, периодически такие вот масштабные, да, большие обучения, ну, вот, на моей памяти, наверное, ну, где-то раз в году они бывают, вот, вот, не чаще, не знаю, когда будет. Вот, будет ли когда-то следующее. Вообще, насколько я помню, обычно такие обучения не повторялись, то есть, насколько было. Вот, были, были похожие обучения, по-моему, два года назад, три года назад, но они не повторяются, то есть, скорее всего, если вы решите, что я пойду там когда-нибудь еще на эфирную весну, то вы на нее уже не попадете, потому что вряд ли ее будут повторять именно таким составом. Так, значит, по поводу регистрации в Дотера, если вы решите это сделать, не нужно бояться, что кто-то будет заставлять что-то постоянно покупать, в Дотера такого нету. Вот, то есть, у нас можно покупать масла с той регулярностью, с которой вам нужно, нету минимальной суммы заказа, то есть, как вам удобно, так, соответственно, вы и делаете, так вы и поступаете. Вот, нет такого, что я названиваю, всем говорю, делайте заказы, делайте закупки, такое у нас не практикуется в нашей ветке, мы считаем это не совсем этичным, да, и приличным, да, такое делать, поэтому не бойтесь, открывайте аккаунт, ничего страшного в этом абсолютно нет, вот, если вы хотите. Кому интересно, пишите мне в личку, назначим время консультации, подберу масла, если консультация с маслами не нужна, могу сразу помочь открыть аккаунт. Спасибо, Марина, да, я на самом деле не планировала этот эфир, он случайный, ну, просто вот много вопросов действительно появилось. Так, ну что, про эфирную весну я рассказала, если какие-то вопросы ко мне по маслам, может быть, любые вопросы по маслам, если у вас появились, потому что понимаю, что в эфиры выхожу редко, но я, честно, я исправлюсь, я постараюсь проводить эфиры более регулярно и на две соцсети, то есть сейчас он у меня идёт на две соцсети, кому было интересно, вы можете смотреть ВКонтакте, да, кому больше ВКонтакте нравится, кому больше нравится Инстаграм, вы можете смотреть в Инстаграм, то есть вот такие вот маленькие эфиры, буду стараться выходить почаще. Так, есть ли ко мне вопросы по эфирным маслам, по эфирной весне, по аккаунтам, по регистрации, вот что-нибудь мне напишите. Так, если можно, больше про баланс. А, Марин, имейте в виду, что такое баланс, вот эта вот практика заземления, которая будет в последний день, вот это имейте в виду, сейчас я открою тогда файл на компьютере, посмотрю, что у нас там про баланс, на самом деле, на самом деле там очень мало про него было, про этот баланс. Так, что это такое? Стабилизация ума и тела в период сильной воды, я не поняла, что это такое, но, видимо, это как-то связано с астрологией. Необходимо иметь перед собой эфирное масло-баланс. То есть я так подозреваю, что, скорее всего, мы будем наносить его на стопы и на, может быть, на какие-то биологически активные точки для заземления, то есть интересно. А, значит, про само масло сейчас я вам расскажу. Так, сейчас я его найду у себя, секунду. Так, вот, нашла. На самом деле, очень оно мне нравится, эта смесь. Знаете, когда я полюбила эту смесь, сейчас я вам расскажу историю. Я летела на самолёте в Грецию, и я должна была там вести тренинг по ароматерапии. И получилось так, что перелёт был какой-то очень неудачный, то есть нас трясло, болтало, мы попали в турбулентность, вот, и в результате, когда мы все вышли из самолёта, у меня все стали просить, отдай какое-нибудь масло, чтобы успокоиться, чего-то мне как-то нервно. И вот у меня баланс был близко с собой в пробничке, я всем его давала, вот, и весь мой тренинг, сколько там вот у меня было человек, по-моему, человек 12, да, в этом тренинге, они все просто облились этим балансом, они извели мой пробник, они выливали его вот сюда, вот на основание шеи, выливали на стопы, все им дышали, и это продолжалось где-то ровно один день. То есть ровно один день все жили с балансом. Вот, потом на следующий день я всех спрашиваю, что баланс хотите? Да нет, уже не хотим баланс, зачем нам баланс, вроде как нам и так нормально. Вот это первая история, когда баланс вот так вот очень быстро снимает какие-то стрессовые реакции. Вот, и вторая история у меня была связана с балансом, когда я узнала, что он стабилизирует у пожилых людей, и не только у пожилых людей, скачки давления и вот эти вот резкие смены эмоциональных состояний, опять-таки, связанные со здоровьем. И я рекомендую вот пожилым людям, опять-таки, наносить на пульсовые точки, наносить на шею, наносить за уши в течение дня несколько раз, в принципе, можно в чистом виде, потому что там в составе есть фракционное кокосовое масло. Я рекомендую его в течение хотя бы 21 дня и понаблюдать, помониторить свое давление. Вот, и состояние будет лучше. Так, для тех, у кого аккаунт других веток, будет ли обучение от вас? Для других веток у меня бывают интересные, очень платные программы по тестированию на маслах. Сейчас вот с понедельника у меня начнется программа «Арома. Деньги». То есть, такое вот командное обучение, в принципе, у меня, честно сказать, особо нет времени их участвовать, потому что у меня все время идут какие-то свои собственные школы. И, ну, вы можете посмотреть, да, в какой-нибудь текущей школе, например, да, моей по участию. По тестированию у нас тоже будет. Ну, «Арома. Деньги» практически набраны, да, уже с понедельника начнем. По тестированию у меня, скорее всего, начнется в мае программа. Вот, любые все желающие, ну, к моим платным школам, да, могут подключиться. Вот, а «Арома весна», я в ней не участвую, потому что в ней участвуют практически врачи, именно кто использует масла в клиниках, там вот в этом весь смысл был. Так, во время ПМС можно ли баланс? Во время ПМС лучше не баланс. Во время ПМС у нас есть другие смеси, в которых много женских масел, именно стабилизирующих и эмоции, и гормональный фон. То есть в балансе, там что у нас по сути балансе? У нас много такого вот древесного, да, заземляющего, успокаивающего, противострессового. При ПМС нам нужны именно женские масла. Что у нас подойдет при ПМС? Сейчас я достану свои коробочки, вам расскажу при ПМС. Из смеси именно, давайте именно из смеси, вот. Вот, ну вот четыре такие вот самые-самые-самые, наверное, я их достала. Четыре самые-самые, нет, даже пять. Еще Кларикалум, но Кларикалум у меня лежит в другом месте, поэтому вам я его показывать не буду. Смесь Сиренити, которая для сна, для успокоения, собственно, она же для гормонального баланса ПМС. Очень хорошо идут смеси Пэшн, смеси Виспер. А в климактерическом периоде великолепно просто, и после него, соответственно, как натуральные духи, да, как поддержка женского здоровья, как поддержка эмоционального здоровья. То есть и в Виспере, и в Пэшне очень много женских масел. И причем там идет разведение уже с фракционным кокосовым, поэтому можно спокойно наносить на запястье, на основание шеи, вот, не боясь, что мы обожжем кожу, и, в принципе, можно не разводить. И последняя такая штучка, да, это консоль из эмоционального набора. Здесь тоже у нас такой достаточно сильный женский набор, да, что у нас сюда входит иланг-иланг. Так, сейчас посмотрим. Ас-мантус тоже женское цветочное масло. И расслабляющий, успокаивающий, да, такие как ладан, такие как розы еще здесь, да, у нас из женских, а мирис, то есть вот такой вот состав, да, при ПМС будет отлично. Тоже и при ПМС, да, и при климактерическом периоде, то есть вот это вот все. Так, можно ли заказать карты? Да, можно заказать карты. Карты у меня в наличии, да, я даже по ним буду что-то типа маленьких эфиров делать. Карты сейчас есть, единственное, что я еще не разобралась с доставкой, я очень не хочу ходить на почту, я хочу разобраться с курьерскими службами, как мне это все отправлять. Вот, то есть вот это у нас все вот такая вот женская серия. А какие-то еще вопросы ко мне по маслам, как что-то использовать там, я не знаю. Так, да, герань при ПМС отлично, я именно про смеси рассказываю, про дутеровский герань, да, то есть она вообще, на самом деле, считается, что показана, если она нравится всем женщинам после 45, для как раз того, чтобы отсрочить наступление климактерического периода. Но она не всем нравится, то есть она обычно нравится уже при достижении определенного возраста, и не всем. Вот так, если она нравится, то, собственно говоря, ее можно использовать. Вот, ну, у женщин, например, пополам делится, кому-то очень нравится, кому-то она не нравится. Здесь вот так по-разному. Вот, про карты подробнее я буду делать специальные эфиры, поэтому буду это анонсировать, буду рассказывать, буду показывать. У меня их просто надо показывать, у меня их сейчас близко нет, у меня рядом масла, карты у меня далеко в другой комнате, поэтому сейчас не буду про них. Вот, про них у меня будут и посты, будут и эфиры, то есть буквально где-то, наверное, даже, может быть, ну, вот решу вопрос с доставкой, пойму, как мне их отправлять, да, чтобы мне было удобнее, чтобы мне не рисковать здоровьем, не стоять в очереди на почте, и, соответственно, тогда буду уже анонсировать и курс по картам, и сами карты, поэтому они есть, они напечатаны, вот, скоро-скоро все будет. Так, какие еще вопросы ко мне есть по маслам, по обучению, по аккаунту? Давайте расскажу вам, потому что редко сейчас выхожу в эфиры, но, как обещала, уже постараюсь все-таки почаще это делать, вот, и сама, и буду приглашать к себе тоже в гости каких-нибудь интересных специалистов. Так, если вопросов нету, тогда всем спасибо, кто пришел на сегодняшний такой вот мой маленький спонтанный эфир, и я думаю, что на следующей неделе тоже встретимся, и расскажу вам что-нибудь еще. Так, цена карт. Вот, как-то у меня колода карт стоит 5000 рублей, сейчас это без курса, если вместе с курсом брать, то 9000 рублей будет стоить. Так, все, я тогда отключаюсь, всем хорошего вечера, берегите себя, сидите дома, укрепляйте иммунитет и пользуйтесь маслами. Так, ой, про марки масел. Марки масел – это тема вообще отдельного большого эфира. Если совсем грубо говорить, то те масла, которые врачи используют в клиниках и в своей практике, использовать можно. Все остальное не рекомендуем. Все про масла интересно. Все, пока-пока, всем до новых встреч, отключаюсь.